26 октября 2015 года Я тебе говорил, что ты одну неделю, Никита, как только приедешь, вот кошка, видишь, подошел сюда, он уже отвыкает, теперь его погладить должен, теперь он скрипит повыше, ему удобно так Это закрепляется у него, они у меня нигде не скрипут, больше не портят кошки Это я попутно тебе все говорю Я не знаю, с чем связано, что не может пробить утром, страница недоступна, проходит какое-то время, она никак не может взять, с чем тоже необъяснимо Здесь уже нельзя одобрять Мы приехали сюда, я тебе сказал, первую неделю ты проживешь у Сергея Мы тут приехали уже вечером, Сергей, зачем у тебя все здесь Сейчас пока работа здесь закончить надо, тебе нужно устраиваться на работу Ты сам-то хочешь работать? Что? Ты посмотри по своим силам, я тебе пояснял уже где-то Так, вот мы сейчас встали перед святыми иконами Как на Исподи говорят, вот тебе святое Евангелие, тут Библия, сейчас читать будем Я тебе буду задавать вопросы, а ты постарайся ответить, как тебе Бог подскажет Как ты вот сюда приехал? Какие у тебя были разочарования? Никаких Никаких? Ну ты как считаешь? Ты приехал туда, куда хотел, или все-таки ошибся? Туда, куда хотел Сюда Ты занимаешься так Скажи, за это время, вот что мы были здесь Ты и уродствовал, то есть придурялся, или такой ты и есть на самом деле? Перед Богом сейчас Перед Богом мы стоим на молитве Такой, как и есть Такой и есть Ты умышленно ничего не делал, чтобы как вот там Петр Мамонов в фильме «Остров» там кричать, там делать и прочее Вот делаешь, скажешь тебе, бери сюда, иди сюда, ты пошел туда А если сказал, смотри вот туда, ты смотришь сюда То есть все абсолютно вот так вот переворачиваешь Ну даже здесь вот были, уже приехали, здесь те же самые у тебя выходки Вот поставить что-то надо, ну лежат два веника Ну у них веник за что браться, назовем черенок где-то На них поставить-то нельзя ведро Ты прямо на него ставишь Но оно прокидывается, никаких зашел, ты косунул и все То есть не видишь ничего Меня это, конечно, очень удивляет Переносимо, но все-таки я должен все время говорить То есть невнимательность такая, как будто бы тебя здесь нету Даже вот сейчас, утром рано, кошек там, а я не видел, я не знал А пришел, когда там дыра стояла целый день, можно сказать Вот она, видно где, где у ней вход Заваленный ход, заваленный Ну вот она у нас, видишь как Это вот под пол дыра, вот она А чтобы туда можно было заходить кошкам, сделано вот так И здесь вот, она ткнула носом, зашла и маленькая задерживает холодный воздух И с той стороны лежит материя там, которую на ночь мы закрываем, чтобы они не лазили То есть не видишь ничего Это такой ты есть или ты это нарочно делаешь? Я не видел в самом деле То есть не видел в самом деле Потому что я не могу сориентироваться Мне это очень трудно, у меня не вкладывается Я видел много людей с разными, жил в разной-разной обстановке Но так, чтобы абсолютно ничего не уметь делать, я не видел этого Это, ну все-таки 26 лет, это не 6 лет Даже приезжает маленький ребенок 6-летний И я начинаю работать с родителями А здесь я объясняю это Теперь я увидел жуткое, страшное поражение мозгов, психики, души От компьютерных игр и наркотиков, которые в тебе совместились От долголетнего квашения вот в этой среде То есть абсолютно безразличие, жизни никакой нету Не видишь где Но иногда, вот последний день мы работали, там сколько часов-то Ты сам берешь солому, сам глину подливаешь, долбишь То есть вот такой ты должен быть Сравнить, как ты первый день делал И когда мы уезжали из Потеряевки Ну, разница есть Я говорю, на самом элементарном уровне Земля, долбить ее, утрамбовывать где-то Ну, тут можешь ты и по ноге звякнуть себе Так, что и сапог порвешь Ну, бывает, ошибся где-то Тебе понятно, что твои двое у меня в семье пошли во двор Кто главный из вас, ты или Володя? Володя Ты не претендуешь на главенство? Нет У меня был такой один Ой, я еще за мной в военном училище учился Волков слава Я их посылаю, там пруд тоже делали Еще один у нас там пруд И бульдозер когналы с кустарником И палки там торчат Их надо обрезать Я дал ножовку, топор Я говорю, вы пойдите там сделайте Потому что холм зарастет, а палки будут торчать Их убрать надо, спилить Идите Витя и Слава Витя Савченко Витя старший На тот пруд, который у нас там в лесу КТФНский назывался Конная товарная ферма Там кони были когда-то Я на горху, на балерине там работаю Слава кричит Я вышел, чего? А почему Виктор старший? Здорово живешь Ты приехал второй день только А Виктор здесь уже сколько лет И он все знает Тебе еще старшим охота быть? Да! Ну, военное училище И он такой и есть, солдафон Ну, пожалуйста Иди делай Скажи Виктору, что ты старший А Виктор там отошел И видимо, он раз отошел А одному идти там неудобно Надо держать И он стоит Виктор-то где? Да вот здесь он за поворотом стоит Все, начинайте работать А где этот пруд? Причем ты старший Еще тебе буду объяснять У меня времени нет Все, иди работай Теперь он опустил руки Я его поставил старшим Он ничего не знает Так И который там палки рассказал С какой стороны И там где прорыв Там сделать надо прокопать Весной пройти Так, вот лопата еще возьми Ты старший Так Виктору скажешь Все кончилось Чем кончилось? А ничем Ничем И вот до того Это солдафонское у него И когда приехал С училища Я не знаю, был начальник Училища или нет Полковник Акопян Сергей Живанширович В Потеряевке Я говорю, а что у вас Ваши курсанты-то такие Прям бестолковые Бестолковые Тупые Безразличные Да как вы все такие Я такой А сам полковник Вот у меня были Девчонки Стоянова Валя Смирнягина Кристина Вот идти нам нужно У батюшки Тогда фильмы смотрели Или Идти по Ягоды Или в храм Дети идут у меня Парами Я уже знаю Как держаться за руки Следующее должно быть Не меньше Как полтора-два метра Вторая пара Почему? А когда идут эти А эти Идут сзади Стараются на ноги наступить А этот Легает Идет как конь Легает Поэтому Ну чтобы этого не было Видишь Вот я разговариваю Ему раз Ее кошечку Вот подошел Погладил Потому что она Видишь как проскребли Уже здесь Палка-то наполовину Больше есть Посылаю его Вот так идет строй Вот так вот дети идут Он рядом идет Идет Совершенно в другую сторону Дети что делаются Балуются Это военные Летчик Я его останавливаю Но не летчик Он курсант был Так остановись Кто старший здесь ведет? Молчит Я спрашиваю Я вижу кто Мне надо чтобы он осознался Слава Ты один взрослый А остальные дети А детей много Там целый отряд идет А еще ты не видишь Что от тебя балуются Это между собой А мне все равно Голову повернул Право от детей В другую сторону Это что нормально? Нормально? Нет И он будет Въедаться потом Подыскиваться под меня Я говорю У тебя характер Готовый старообряд Тебе только к старообрядцам Он ушел к старообрядцам И теперь уже все Женился У нас здесь невесту Нашел Которая ходила На занятия И все разложилось Где-то Я слышал Как он разговаривает И вот как интересно Сходятся люди Попутно Сказать Жена Работать над ней Не работает И она тоже Такая девчонка была Стала Прям пухнуть на глазах Жизнь-то хорошая Я говорю Что ты такая Как моя мать-то тоже Как разобиделась такая Я говорю Ты же молоденькая девчонка Следи за собой-то А потом она-то все понял Увидел Ему это Ну что это Нравится разве такая Да и еще что-то там есть Корова Вот и пошло теперь Это корова Когда я говорил Почему вы не слушаете Это Ну себя маленько прижми Они как-то пошли В лес А тогда мы ходили Каждое воскресенье Гулять Ну девчонки наделись Ветера Платье длинное В платках Вот он начал это Вот они оделись Так Вроде обтяжку Там В груди А что она должна сделать Горбы показать Это ее достояние И Бог дал Груди Это красиво Вроде как-то То есть показать Какой он Соломудренный Даже смотреть не может Что в ней Груди там И спереди И сзади Она Хоть куда ее поверни Она Она красивая Она студентка И она Молоденькая Это она не такая была И даже здесь Начали заедаться А сам на ней Женится потом Она тебя этим И привлекла Это по-своему Красивые Ничего в этом нет Что маленькая девчонка Растет Видно она растет У нее Груди Это так и положено Почему ты не удивляешься Что у тебя видно Мускулы там Живот показывает Накачал Мужчине тебе больше Ничего нельзя показать Это уж цариста Придумала Панталоны Чтобы видно было Обтяжку было Ты Я тебе это говорю У тебя вот это Безразличие Основной момент Чтобы этого не было Нигде Никак Не Поднимай голос Нигде А то тихий Юноша У вас Тихий То есть ты тихий Тихий человек Это у южных народов Полинезия Это умерший Вот Они как-то один Я скажу Дикари живут на западе Книга такая Ну и он там приехал Там со зверюшками возится И у него помощник один И все время Маса Маса этот Учитель Поехали Маса Учитель Они простые Простые такие И вот приходят один раз Я попутно хочу сказать Каким надо быть простым Простым именно Маса Там люди пришли С гор Спустились И что Маса Штаны надень Они никогда не видели людей в штанах Им охота посмотреть Вот Штаны надень Он в шортах Видом Американец А они Не одни пришли С ними тихий человек Кто такой тихий человек Он не знает Но он надел штаны Из палатки вышел А они мертвеца Мумию закутанную Принесли И вот так показывают Поднимают этот Труп то свой Вот так вот Смотри В штанах Человек Этот Чтобы Тихому человеку Ну он умер давным-давно Мумия Они его Ну как православие Мощи свои любят И показать ему Вот смотри Ну православие Настоящее До встречи с христианами Уже они там Возятся Масса Хорошо Сянет Кланяется И тихий человек Тебя благодарит Никогда этого не Он такой простой Простой Это ты Который согласился Ну как шерпы Когда поднимаются Там На жабалун Вот так Ты Тихий человек Такой же Что есть И что нет Ты как сквознячок Пролетел И нигде Ничего нету А тебя Пакости Только от того Что ты Горит Горит И мимо прошел Это не оказание помощи Это статья такая есть Ты Уже все время Граничишь С уголовной статьей Все время Ты внимательно Смотри Как Вот кладешь И видно Вот сейчас Через минуту Упадет И никакие Маршируешь рядом Ну твоя работа Моя Ну ты что же наклонил Все вот так падает Здесь Сделал ограду Там она тут же упала Не надо так жить Нельзя так жить Это преступно так жить Я вот смотрю Какие специальности Тебе можно было предложить Только одна Пойти в семинарию И Дудин здесь прав Абсолютно прав Потому что такие люди Нежизненные Ни к чему не пригодные Нигде Но когда ты там оперешься Ты теперь будешь всех давить Кто свечки не покупает Как они сейчас на меня Вот это ты будешь Надо делать То есть ты готовый поп Тебя на Украине Это они делали Тянули и здесь То есть они интуитивно понимают Что самое безразличное Самое Беспечное Жадное Именно в священство лезет А почему Ну я почему Не скажу Но Ян Златоуст объясняет Вот эти шесть слов О священстве Каким ты должен быть И какой есть Я шел с Иваном Суворовым Тут на занятия В университете И он мне вопросы Разные задает Священник Из Тула Ну а почему Христос вывел Вот раненый Шел Из Иерусалима Верихон И попался разбойником И именно первый Прошел священник Вообще никак Как будто бы никого нету Как будто бы Нет раненого Это и он из Иерусалима Это и еврей шел Он совершенно промаршаровал Мимо Почему Христос Вывел Самого безразличного Самого жестокосердного Именно священца А они распнут его Это они Хорохорятся Священник Там Которые соединяются Между собой Это все забудется И они потом Будут зализывать Что сейчас говорят Вот они в студии Сидят двое Там Третий Там Алексей Там священник Спрашивает Наводит А они Шарятся В моей биографии А она выставлена Вся Их биографии Нигде нету Я мысленно прикидываю Мог бы я о них так говорить Да сохрани Бог И помилуй Как Дворкин Исследует там Кощеткова Георгия Да он Кощеткова Георгия Ноготка не стоит Ноготка Подошвы его Обтерать не достоин А он выступает Тоталитарная секта Тоталитарная секта Тоталитарная Та-та-та-та-та Это все они заговорили Тоталитарный режим Да вылезали Какие неподобные места У власти-то С КГБшниками Вот так вот В обнимку спали На одной постели Они вас насиловали А теперь Тоталитарный режим Заговорили Если вы тогда были такие Ну хоть маленько-то Повремените Пока перемрет это поколение Вы же без параона Шагу шагнуть не можете Нигде Это попутно сказать Ты Гожий священник Если у тебя будет Мысль какая-то туда Значит Ты сейчас скажи Сейчас молиться будем Еще мы помолились уже Но скажем Скажи перед Богом По совести Открыто Даже если ты совсем Неверующий человек И тогда ты Понимаешь Что Бог есть Бог будет судить тебя И нигде И нигде не возникай На старшинство Подумал ты К священникам Умри Но никогда не подумай Что тебе это верено Тебе это Абсолютно никак Ни об одном человеке Ты не заботишься Но прими это Позаботься Вот как я заботюсь О кошках Видишь как О каждой кошке О голубях Смотрим Заходим Что там вверху Внизу Ограда Приходят люди Они ко мне с бедами Я попечитель общины Я должен Каждого Чтобы у них было Что пить Есть и квартиры Они-то Я там ничего не знаю Это он Руку поцеловал Дальше Два часа И отрёт И больше это Не надо ничего Я их и не сужу Но они такие и есть Я их видел здесь Какие есть Значит Володя Здесь старший И Володя старший По завещанию На него все Это мое Отписано Где-то Вот у меня Подсоединил Я вчера подумал Подсоединено Это заряжать Вот кверху Вот это Как бы Стрелочкой Ну здесь откроешь И для зарядки Володя Телефон тебе Принадлежит Если я Меня не будет Я уйду из жизни Тебе принадлежит Телефон И всё Что здесь есть Всё Абсолютно Это уже По закону Узаконено По Ну Завещание На него сделано Но не продавать Эти дома Ты свидетель будет Не продавать Ничего Здесь жить Можете устраивать Общежитие Пока община есть Это только совет С батюшкой Если батюшка есть Дальше собирать вместе В совете должен быть Игорь Дебунов Виктор Андреевич Это те Которые Поступают Женщина Татьяна Может быть Там Ну кто там Есть такие Разумные женщины Надя Муха Галя Это молодые Наши Наши Такой Наступаешь Сиянье Ну мне обрести мудрость и жить по заповедям Твоим, как настоящий христианин. Аминь. Слава Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Ну, все. Вот Володя еще скажет, сегодня и делает. Я, видимо, в город пойду, мне нужно сходить, узнать, пенсию там снять, все лето не было. Еще там кое-что. Приду, что-то смогу помочь. Нет, значит, нет. Я думал, не встану с позвоночником. Сегодня встал, опять как будто бы ничего и не было. Ты видел нашу молитву. Тебе что-нибудь смущает в нашей молитве, что мы молимся, в конце поднимаем руки, и далее, ну, за кого мы молимся? За всех правителей, за врагов. Нет. Ничего не смущает, значит. Только все говори искренне, как есть, чтобы ничего не было. Ну, у меня больше вопросов так и нет. Все-таки мы вернулись живые. Господь благословен. Нигде не претендовать и не оспаривать Володина здесь к главенству. Не только, когда меня не будет, но и сейчас пока здесь есть. И ко всему присматривайся. Вот сейчас готовить будете, ты не отходи. Перейми у него все, как правильно готовить, как выключать, чтобы из розетки было выдернуто, когда уходите. Ну, у нас воды в доме нету. То есть нигде не сотворить никакой пакость. Утром заходите, сейчас сходили на двор, закрыли там стенки. Не закрыли, нет? Нет. А почему? А у нас кошки просятся, выпускаем, а там дверь ветром приоткрыла, а они ушли. А они не знакомы, они же не понимают, что мы их привезли в коробке. Это не голуби, которые интуитивно могут прилететь. Закрывать всегда зашел. Вечером закрывать. И утром, когда мы... Еще сколько часов-то, пять часов тут... Сколько мы уже времени здесь? Да, уже пять часов сорок минут. Вот. Закрывать надо. И все, что есть, ты всегда записывай. Тебе что-то написал, чем заниматься здесь? Занимайся этим. Каждый вечер выхлопает там половичок под ногами, как-то память, чтобы развить. И у тебя оно начнется до автоматизма. Мыть ноги на ночь, как говорили здесь. Ну, здесь у тебя той грязи нет, каждую ночь не мыть. Но все-таки есть. Выключать, чтобы плитка, около плитки нигде шторки, тряпки не было, чтобы ничто не загорелось. А одному я тебе не разрешаю там топить. Но ты приглядывайся и все время проси у него, дай я сделаю правильно, чистить решетку, как выносить, куда выносить золу. Ничего не менять. Здесь уже устоявшееся и улучшить никак нельзя. У нас хорошее отношение с соседями. Смотреть, куда снег кидать. А ты начал снег сразу, говорится, через забор к соседу летит. А он тут же пришел. А человек этот неверующий, ну и еще нетрезвый может быть. И тогда что у нас будет? Скандал. Вода, чтобы всегда была, смотри за плягой. Лить аккуратно. Я все до ночного горшка показываю, как привязано, как это. Ну все абсолютно показываю. И ты на это гляди, приглядывайся. И вопросы задавай, если непонятно. Почему? Вот он, видишь, что означает стул? Ну он разваливается. Это какой стул-то? Весь. Я его стянул, положил. И все можно держать. Это выброшено. Все выброшено здесь. Вот у меня стул. Если кто не знает. Сижу я на шатках в моем табурете. Вот он разваленный. Стул. Я его сбил еще сверху. Разный. И тут нацепил. Он привязал. И на нем и работаю. Это у меня стихотворение. Я женщину всем благодарен и вздосталь. Что мимо меня не заметив прошли. Змеей струили щекосы. Сгинули лишь коса. Заноза и в них не вошел. И нечего того расшить. И заканчивается тем. Я на шатках в своем табурете, как в кресле. Обслуживает прекрасные чистые сестры. Вот так. Все у меня. Я тут сейчас посмотрю, какая причина. Почему он у меня не включается? Может ты дашь совет? Ты знаешь в этом деле? Что, опять звонить туда, как было? Или что? Можно модем перезагрузить еще разок. Модем. Да там, наверное, мне это говорит. Я модем перезагружаю. Я его выключил. Но если не будет дальше, что? И вот это некоторые загрузки были прерваны. При закрытии браузера. Все время это говорит. Но я все выключаю. Что нужно делать? Да, может дать да и что-то изменится? Возобновить эти загрузки? Нет. Нет? Нет. Всегда нажимать нет, да? Я все же выключаю. Нет. Сколько модем должен быть выключен? 15-20 секунд. Секунд. Значит, это у нас уже можно включать его? Можно. Вот сейчас посмотрим где-то. Потому что тут я признаю, что ты знаешь больше. Я вообще ничего не понимаю. Видишь, меня обслуживают эти братья. Где-то вот интересно. За лето мы поехали 10 июня. Значит, июль, август, сентябрь, октябрь 10 и 24. То есть 4 месяца и 2 недели у нас не было. И когда поехали, ну у нас люди все время просят новые ролики, где у вас есть. Вот. Ну и я что? Поехал в деревню. То я думаю, ну там у нас ничего и роликов не будет. А тут-то у меня беседы по скайпу и прочее. И вот вчера подсчитал, сколько прошло. Это до воскресенья вчера. Мы подставили. Вышло у нас 710 роликов. 710. А ну-ка сейчас посмотрим. 4 это, ну в среднем 30. 122. 142. 142. Так. Мне неправильно. 4 жена 3, 12. 12, 120. 142 дня мы были, отсутствовали. И на 710, 142. Что? Поскольку здесь 5. 5,2, 10. 5,1, 5,6. Ну нет. 5,4, 20. 20. 5,6, 7. 7,60. Ну 4,5 ролика ежедневно. Каждый день. По 4,5 ролика у нас выставлялось. Ну и я не ожидал этого, нынче будет такие события, крещения, свадьба, люди приезжают, работа. И мы все это выставляем. У нас простенькие ролики-то, но мы показываем нашу жизнь, какая она есть. Ну кто не надо, не нравится, не смотрит там. Вот. Но, когда выезжаем сюда в город, я понимаю, в городе у меня так бурно не будет идти, как здесь. Но вот приехали вчера, и вчера у нас за день, я не знаю, роликов 5 сразу получилось. Точно так же. На благовестие ушли. На благовестие, а потом собрание, занятие с детьми где-то. Вот так получается. То есть от нас это многое-многое не зависит. Мы это записываем, чтобы люди спрашивали, а как это питание, утренние молитвы. У нас все записано, абсолютно все. Вот так. Во славу Божию. Идите, занимайтесь, готовьте. Спасибо. 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 Спасибо.